Здравствуйте! В центре подготовки космонавтов имени Гагарина завершаются тренировки нового экипажа корабля «Союз». Строгая медицинская комиссия признала годными к полету нашего космонавта Романа Романенко и двух астронавтов Томаса Машберна и Криса Хатфилда. За плечами экипажа не один космический рейс, а Крис Хатфилд из Канады в начале 90-х даже нес вахту на орбитальном комплексе «Мир». Старт экипажа с позывными «Парус» уже через месяц. Каждый экипаж перед своим полетом должен отработать все нештатные ситуации, в том числе одно из тех, которых мы отрабатывали сегодня нашим экипажем с Крисом. Это сближение на большом расстоянии от станции, примерно от трех километров и ближе, в ручном режиме. В Москве в Академии наук завершилась всероссийская конференция о проблемах дистанционного зондирования Земли. По планам Роскосмоса орбитальная группировка спутников зондирования через семь лет будет состоять из 26 аппаратов. Даже далекие от космической деятельности страны полагают весьма важным иметь на орбите хотя бы один такой спутник. Для государства это, по-моему, очень хороший и эффективный механизм контроля. И поэтому вот одна из причин, почему в все большем количестве регионов России эти спутниковые технологии все больше и больше применяются. Почти полтора десятилетия летает по земной орбите Международная космическая станция. МКС часто называют «рукотворным чудом». Станция выбрала в себя самые передовые технологии современной цивилизации. На МКС проведены сотни важных для человечества научных экспериментов. В 1998 год орбиту отправляется первый модуль Международной космической станции. К этому человечеству шло почти 30 лет. Идея орбитального дома родилась одновременно в Советском Союзе и США. Но именно наша страна создала первый орбитальный дом — станцию «Салют». Программа космических станций насчитывает уже 40 лет. Первая станция «Салют» была запущена в 1971 году. И на основании опыта, который мы получили на станции «Салют», была построена станция «Мир». Первое рукопожатие двух стран — СССР и США — случилось в 1975 — «Союз Аполлон». Когда на Земле в отношениях были еще заморозки, в космосе началась оттепель. После стыковки двух кораблей стали готовить полеты американцев и на орбитальную станцию. «Мир» пролетало более 15 лет, и в процессе работ были отработаны технологии длительных космических полетов, и в том числе технологии международного сотрудничества, которые дальше используются при создании международной космической станции. Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев теперь начальник Центра подготовки космонавтов, а тогда готовился к исторической миссии — первому полету русского на американском шаттле к станции «Мир». В то время начиналась история под названием «Международное сотрудничество в космосе». Во время полета на станцию «Мир» мы очень многому научились. Не представляю, как бы стали строить космическую станцию без тех приобретенных знаний. А когда все это начиналось, то русские и американцы уже знали, как работать вместе, как наше оборудование функционирует сообща, и даже как мы будем вместе отдыхать. Так что программа постройки МКС только выиграла от нашего сотрудничества. У американцев на станции специальный купол для обзора Земли, а у россиян — космический кубрик, где все едят. Американская космическая еда разнообразнее, а российская — сытнее и полезнее. Велотренажер у наших космонавтов удобнее американского. Американские шаттлы, как тяжелые грузовики, поднимали модули МКС, а российские союзы помогали и помогают поддерживать работу станции, когда челноки уже не летают. Это уже не соревнования, а обмен опытом. Нет космической гонки, есть большая стройка на орбите, которая еще не окончена. Вот давай посмотрим, какая у нас огромная большая квартира космическая. Пойдем со мной. Материал — тефлон, микроволновые печи, многие сплавы металлов, система очистки воды, вакцины и лекарства. Этого могло не быть без космических станций. Как принимаете? Да, принимаем вас. Фотографии с МКС помогают бороться со стихийными бедствиями и заниматься сельским хозяйством. Общее дело сближает страны. Из космоса границы не видны. Я думаю, что космические исследования в глобальной перспективе изучения других планет должны быть международными, так как мы делаем это для всего мира, как одна большая команда. А самое сложное, что мы сделали сообща, — это космическая станция. Это доказывает, что вместе мы сильнее. МКС за 14 лет преодолела 3,5 миллиарда километров. Это больше 10 раз можно было слетать до Марса и обратно. Станция — самый большой искусственный объект в космосе и самый дорогой научный проект в истории человечества. Но это славная страница в истории, которая пишется на наших глазах. Международная космическая станция проработает на орбите как минимум до 2020 года. Но уже сейчас точно можно сказать, что следующий шаг в космос будет сделан именно с этой рукотворной звездой человечества. В то время как жители Южного полушария в минувшие дни наблюдали затмение Солнца, в Северном готовились к другому космическому зрелищу. В начале недели Земля пересечется с метеорным потоком Леониды. Крохотные частицы огромным облаком летят за кометой Темпеля Тутля. Сгорая в плотных слоях атмосферы, они образуют небесный фейерверк, который еще называют звездным дождем. Своего пика метеорный поток достигнет во вторник. Так что не забудьте загадать желание. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Видящева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова